Смесь футбола, баскетбола и все на воде. Финальный этап Кубка России по Кануполу прошел в эти выходные в акватории реки Уводь. 18 команд из Иваново, Москвы, Великого Новгорода и Санкт-Петербурга в течение двух дней демонстрировали жителям города один из самых молодых и необычных видов спорта. Канупола специально никто не придумывал. Оно появилось как бы само собой. Существует легенда, согласно которой однажды байдарочники после тренировки взяли обыкновенный ватерпольный мяч и стали перекидывать его друг другу из лодки в лодку. Потом поставили ворота, разработали правила и назначили судей. Так однажды и возникла игра, получившая название Кануэ Поло. Эту спортивную игру привезли из Европы в Россию около 10 лет назад. В прошлом году Всероссийской Федерации гребли на байдарках и Кануэ удалось зарегистрировать Канупола как отдельную дисциплину. И с этого момента чемпионаты России стали проводить чаще. Теперь конуполисты получили возможность выезжать на соревнования европейского уровня. Мы две недели назад приехали из чемпионата Европы, с Познани. И наша юношеская команда заняла очень хорошее пятое место, никто не ожидал. Из 16 юношеских европейских команд мы сделали большой-большой шаг вперед. Наша ивановская команда соревнуется за лидерство в третьем дивизионе. В нем играют новички. Принимать участие во всероссийских соревнованиях пока удается редко. Отсутствие спонсора нас немного отягощает, потому что нет финансовых возможностей ездить на все этапы Кубка России. Они проходят в Питере, в Великом Новгороде, в Москве. Вот возможность была поехать в Ярославль, мы поехали в Ярославль. У себя принимать легче, конечно, не совсем, но можем. А так как бы в следующий год руководители города пообещали нам помочь, поэтому если помогут, то мы будем на все этапы полноценно ездить. Канупола – захватывающее зрелище. Многие приходят в эту игру, уже будучи любителями экстремального спорта. Наталья – участница московской команды «Страйк», сегодня играет во втором дивизионе. Раньше девушка занималась сплавом по горным рекам, но от него пришлось отказаться. Подготовка к чемпионатам отнимает много сил. Там надо как-то перед порогом собраться и прыгнуть, там водопад или пройти порог. А здесь по-другому, то есть ты там буквально 30 секунд полета, и ты падаешь. Уже встаешь, и ты его прошел. А здесь надо 20 минут как бы работать. Физически здесь намного тяжелее, то есть особенно когда мало замен в команде, как бы в команде приезжать неполным составом по тем или иным причинам, очень устаешь физически. То есть если там я могла позволить себе мало ходить в тренажерный зал, то есть сейчас у меня три тренажерных зала и три бассейна, как бы. То есть шесть дней в неделю я занимаюсь, да. То есть физически намного сложнее. Во время игры участники испытывают сильный эмоциональный подъем. Новички перестают бояться воды и поразительно быстро учатся управлять лодкой. Игрока, владеющего мечом, разрешено толкать в плечи и корпус, атаковать каяк противника своей лодкой и делать все, что заставит соперника потерять контроль над мечом или отдать неточный пас. В правилах написано, что если рядом с тобой находится мяч в зоне досягаемости, то ты как бы считаешься игроком, который ведет мяч. Если ты ведешь мяч, то тебя имеет право соперник перевернуть и мяч твой забрать. Вот. Вот такие правила. Жестокие, да? Да. Довольно агрессивная игра, но тем не менее безопасная. То есть мы укомплектованы жилетом, касками. Кроме этого, костюм конуполиста должен быть сделан из неопрена, материала, поддерживающего естественную температуру тела, который не дает промокнуть и замерзнуть спортсмену. Специальная юбка защищает от попадания воды в каяк. Всю амуницию игроки приобретают за свой счет. Лодки предоставляют тренеры. Ну, конечно, состояние у них очень плохое. Вот. И есть огромное желание, конечно, получить другие. Хотя бы лодки. То есть если весла, все остальное мы можем еще как-то потянуть финансово, то лодки нет. Но любые трудности преодолимы, когда есть цель и желание, говорят тренеры. По итогам двух дней соревнований ивановским спортсменам удалось завоевать бронзу. А это значит, что шанс перейти во второй дивизион у нашей команды все ближе. Инна Сардейская, Алексей Гарин, РТВ Иваново. А вот к нему! А вот!